МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень терпеливый и неприхотливый народ, простой, смелый и упорный. Его представители берегут честь с молодым. Уверенно идут к своим целям, преодолевая трудности. Таджики – один из самых древних этносов Средней Азии. Основной страной, где проживают представители нации, считается Таджикистан. Ассалам алейкум, здравствуйте, проходите, пожалуйста. Это у нас таджикские подворья. Таджикистан – горная страна, это у нас горный дом. Летом таджики обычно жили на свежем воздухе, во дворе. Там располагалась специальная кухня. И только с приходом холодов представители народа перемещались в дом. Здесь царила атмосфера дружелюбия, радушия и уюта. Как заходим слева – Хасан, справа – Хусейн. Хасан и Хусейн – два братья, близнецы. Они – внуки пророка Мухаммеда. Третий столб у нас – Фатима. Народ ее называл Фатимой Зухр. Зухр, слово «зухр» означает «зухра». «Зухра» – это переводится в Венера. Фатима – красавица. Она – любимая младшая дочь пророка Мухаммеда. Четвертый столб у нас – пророк Мухаммед. Пятый столб у нас – Али. Али – двородный брат и зят пророка. Али и Фатима – муж и жена. Хасан и Хусейн – их дети, внуки пророка Мухаммеда. Практически вся территория Таджикистана, а точнее 93%, находится в горах. Самым высокогорным населенным пунктом является поселок Мургаб. Очень Таджикистан, высокосейсмичный регион считается. Часто бывают землетрясения. Поэтому на востоке у нас дома вот такая форма. Вот, как увидите. Крыша висит на пяти столбах. Стены просто стоят. Дом, когда наружу смотрит, как квадратный смотрится, но на самом деле трапезия. Верхние части пошире. Внутри жилища не было традиционных окон на стенах. Только одно – на потолке. Благодаря его необычной форме, свет одинаково рассеивался по всему дому. Эта четыре ступенка нас напоминает, что наши предки до ислама были язычниками, огнепоклонниками, молились огну. Вот, видите, четыре ступеньки – это четыре стихи. Огонь, земля, вода, воздух. В доме каждый уголок имеет свое значение. Так у входа располагался научный. Здесь была собрана вся литература – газеты, журналы и учебники. А для чтения молитвы было отведено особое место. Вот, с этой стороны закрыто, с другой стороны стена, чтобы никто не мешал. Здесь самое тихое место, кто заходит, сюда подходит, когда время подходит. Молитва будет четыре. Обязательно сначала мужчины, потом женщины. Республика Таджикистан делится на четыре этнографических региона – северный, южный, восточный и западный. Таджикский язык на территории Таджикистана имеет 48 диалектов. Нас объединяет или современный литературный таджикский язык, или русский язык. Вот эти два языка нас объединяют. Таджикистан из бывших советских 15 республик – единственная страна, имеет два государственных языка – таджикский язык, русский язык. Музыка – это один из лучших способов познакомиться с таджикской культурой, почувствовать духовное богатство народа и его любовь к поэзии. Длинная труба, чей звук напоминает боевой клич – это корнай. Чтобы держать инструмент, нужна недюжинная сила. Некоторые корнаисты ставят его вертикально и при этом отпускают руки. Так и играют, балансируя инструментом. Это как раз каба, верхняя часть, это серединка делится отсюда. И вот самая основная – это называется ниль. Вот там внутри есть троня, а вот как раз получается, когда мы стоим на губы, и мы уже ритм создаем. То есть большое дыхание, во-первых, нужно, а во-вторых, уже ритм. Если ты ритм не знаешь, то ты не сможешь звук передавать корнаю. В каком регионе живет таджик, можно понять по тюбетейке. Это традиционный головной убор жителей Средней Азии. Может быть круглой или квадратной формы. Расцветок множество. Существуют как однотонные, так и с орнаментом. Так, например, крестики на изделии считаются у таджиков символом дружбы и не имеют никакого отношения к христианской культуре. Когда мы увидим, если мужчина вот такой тюбетейка одета, мы сразу знаем, что он из Северной Таджикистана. Вот. Северные таджики вот такие тюбетейки одевают. На Северном Таджикистане можно встречать вот такие тюбетейки. Это узбекские тюбетейки. Потому что на Северном Таджикистане очень много узбеков проживает. Можно сказать, таджики и узбеки смешанные, почти невозможно их отличать. Одежда имеет большое значение для таджиков. Служит оценкой их деятельности и положения в обществе. Таджик встречает людей по одежке и часто провожает тоже по ней. А если у него намечается важная встреча или праздник, то он обязательно постарается выглядеть с иголочки. Очень большое количество светов. Потому что это яркий, атлас называется. Женщины любят разный свет, яркий свет. Каждая девушка постарает, чтобы быть красивой. Огромное значение для таджиков имеет семья. Так, если у родителей растет мальчик, то он должен сначала построить дом, а только потом имеет право жениться. Муж и жена должны себя чувствовать свободны и хозяинами этого дома. Когда своих детей воспитывает, чтобы второе лицо им не мешало. Поэтому у нас под одной крышей только одна семья. Наши дети, когда взрослеют, наши девочки 100% покидают родительский дом. К мужу пойдет. Это у нас строгий закон. Вот, когда человек, муж и жена 30-40 лет, два голова рядом будут лежать, даже мысли одинаковые становятся. Гостеприимство – это отличительная черта народа. Таджики готовы отдать последнее и посвятить свое время на достойный прием даже незнакомых гостей. Добродушные люди с удовольствием пригласят их к себе. Обязательно накормят и напоят. Большую роль в застольях играет чай, который пьют из пиал. Чай везде. В Таджикистане любая точка чай – это у нас напиток. Постоянный и ежедневный напиток. Летом холодный чай, зимой горячий чай. В доме есть место и для приготовления пищи. Оно не случайно сделано из камня. Этот материал отлично удерживает тепло. Вот очаг. Очаг каменный. Вот, видите, дым выходит через дымоход во двор. Дома никакой дым, никакой пыли нет. Внутри кумган. Там можно чай кипятить. А здесь вот казан. Видите? Казан у нас такая универсальная посуда. Здесь можно и первый готовить, можно второй готовить. Можно лепешка, можно манты, можно все-все можно готовить. Сытный, рассыпчатый, янтарный, ароматный таджикский плов – это не просто еда, а настоящее искусство, передающее дух и традиции этой удивительной страны. Плов у нас готовится просто так для семьи, по особым случаям, по праздникам. Когда гости собираются, мы готовим плов. Это самое распространенное национальное блюдо. Для его приготовления нужно взять мясо, рис, два вида моркови – оранжевую и желтую, репчатый лук и чеснок. Сначала режется мясо. Морковь придаст блюду сладковатый вкус и красивый цвет. Ее лучше нарезать мелкой соломкой, а не измельчать на терке. Так морковь будет более заметна в плове и в ней сохранится больше сока. Чеснок резать не нужно, только очистить зубчики от верхней шелухи и корней. Когда готовим плов, мы что, сообща делаем все. Я вот приготовила все ингредиенты, теперь сноха будет готовить. Казан хорошенько разогревается на сильном огне. Если он уже начал менять цвет, верный сигнал – можно начинать готовить. Наливается подсолнечное масло. На два килограмма риса необходимо пол-литра. Ждем, пока разогреется. Затем закладывается лук. Обычно плов всегда готовится в казане, в кастрюле. Я никогда не готовила, и думаю, в казане получше, повкуснее получится плов. Этому есть простое объяснение. Казан отлично держит тепло и обеспечивает ингредиентам равномерный прогрев со всех сторон. Рис, мясо и овощи томятся, а не варятся. В процессе напитываются ароматами и вкусами друг друга. Морковь выкладываем слоем на обжаренное мясо с луком. Еще один ингредиент – это нут. Его нужно предварительно замочить в холодной воде на 4 часа. Также добавляем барбарис и соль по вкусу. А сверху вдавливаем очищенные головки чеснока. Что касается риса, то его нужно промыть под струей холодной воды. Это рис у нас называется лазер. Это такой сорт. Вот сами попробуйте и оцените. Не забудьте про зиру. Ее лучше растереть в ладонях. Она подарит блюду приятный аромат. Теперь плов накрывается крышкой и оставляется томиться до готовности. Затем блюдо выкладывается горкой на большую красивую тарелку. Обычно первым его пробует глава семьи, а потом все остальные. Культура таджиков – это не просто набор обычаев и традиций. Живое дыхание народа, его мечты и стремления, отраженные в каждом шесте, слове и произведении искусства. В любом доме вы увидите куропатку. Куропатка – это горная птица. Очень красиво и громко поет. Когда человек уставший пришел с работы, как она начнет петь, все забудете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова